И здравствуй, дорогие друзья, с вами снова я, Андрюха Рейс, и добро пожаловать на уже восьмой этап нашего Май-Тима за посты Роса. И на этот раз у нас после Монако идёт ещё одна трасса, которая, наверное, ещё хуже Монако, и это Баку. Наша машина всё ещё предпоследняя по характеристикам. В двигателе не всё так пока что печально, но это всё пока что. Но в аэродинамике тоже примерно всё окей, в принципе. Но вот шасси у нас реально страдает. Последний по характеристикам мы в шасси, и это, ну, такое. В практиках было выполнено всё, кроме квалификационного темпа, который был завален. Ну и я решил, что почему бы не взять новую силовую установку. В принципе, что решил, то и сделал, в принципе. Взял абсолютно новую силовую установку вместе с коробкой передач, и тупо круг квалификации поставил для галочки. И он оказался даже лучше, чем у его напарника. Что ещё раз показывает то, что мой напарник, да, его надо срочно менять после Австрии. Кстати, вот, да, надеюсь, мы сможем подписать Сайнса, Норриса или вот, да, Леклера. Короче, ладно, давайте посмотрим на полную стартовую решётку данного гран-при. На сей раз у нас на поле Льюис Хэмилтон, потом у нас Вальтери Боттас, дальше у нас Шарли Клер и Себастьян Феттель, Макс Ферстаппин, Серкио Перес, Карло Сайнс, Антонио Джовинаци, Ландо Норрис и Дэн Рикердо замыкают в топ-10. У нас есть штрафы у Алекса Албана, он получает штраф в виде 10 позиций, откатывается на 16 строчку, ну и я со своими 65 позициями штрафа стартую, конечно же, из Зажопинска. Кстати, по тактике я решала, почему бы не проехать на тактику Хард Медиум, почему бы и нет. Софт я не хотела брать под конец, потому что он живёт у нас 5 кругов, а на Харде ехать до 22-21 круга, это ну такое. Короче, тактика Хард Медиум, стартуем, вокруг есть Медиумы и даже Харды, короче, погнали. Гасла не стартует Гран-при Баку, срываюсь я по меркам Харда достаточно хорошо, и сразу в первый ворот решаю давить куда-нибудь, и благодаря этому я выхожу уже на 18 строчку. Но всё-таки у меня продолжается борьба с Альфа Таури, что решается простым таймбом, чуть не сломал крыло от Аб Магнусона, но из-за этого я пропустил Акона. И всего лишь на 17-й срочке, пока что я иду, в средство защиты от Квята мне надо было нападать на Акона. Что у меня получилось, я его прошёл, вышел на 16-ю позицию переданной Магнусом на комплекте Медиума. Там Строл на Харде и ещё несколько пилотов выбрали на старт Хард. Но были и те из первой десятки, кто взял и Софт, например, Роман Грожан. Вроде он из второй десятки стартовал, если я не ошибаюсь. Короче, начинаем смотреть повтор старта, в принципе, где у нас Мерседесы стартовали как Мерседесы, сразу полетели себе в отрыв. Шарли Клер пытался что-то там сделать с Льюисом Хэмильтоном, но что-то у него это не очень-то и хорошо получилось. Потому что, ну, Льюис это такой... А, это Вальтери Боттес у нас второй. Вальтери Боттес же у нас стартовал вторым, да. Льюис полетел в отрыв, а вот Боттес защитил свою позицию от Феррари и полетел догонять Льюиса, собственно говоря. Дальше продолжаем мы наш первый круг. У нас старый город, очень опасная завязка поворотов. И, кстати, в этой формуле она мне даётся почему-то очень легче, намного легче, чем в прошлой. Так же, как и вот этот вот самый поворот, который в этой формуле может нарезать ещё больше, а стена на выходе из этого поворота ещё дальше. И это прям не может не радовать, потому что, ну, надеюсь, не будет таких инцидентов, как в F0 Esports в Баку. Да, все это прекрасно помнят. Магнус нашибается на выходе из этих красных эсок, этим я пользуюсь, выхожу уже на 15-ю строчку. Ну и Лансастрола решаю, как попытаться пройти с липстримом без обгонного режима ERS. Просто решил сделать не то, что дайвбом, просто по внешней траектории попытался его обогнать. И это у меня получилось. Я его прошёл и вышел на 14-ю строчку. Но это ж ещё не всё. Надо ж ещё отбить обратно свою позицию. Алексал, кстати, стартует в софте, потому что он квалифицировался на нём в топ-10, но потом получил штраф. И это для него просто провал. Перед ним, кстати, Дэн Риккярда, который едет очень-очень медленно. И уже под конец этого круга я был за ними вплотную. И я тут думал, где бы их сейчас бы пройти, но они заняли тупо всю ширину трассы. И третьим в ряд лезть в Баку это самоубийство. Ну и в принципе, я стал просто зрителем данной борьбы. Думал где-то перекрестить, но из-за того, что Харт очень плохо на разгонах, да в принципе, на городских трассах очень сложно разгоняться, я ничего не смог сделать. Тут не полез я третьим в ряд, решил выжидать. Там уже и Строл мог меня уже пройти, но всё-таки все остались при своих. Дэн просто отвоевал обратно в свою позицию у Албана. И мы уже переносимся на четвёртый круг, где Аликс атакует Дэна. И, кстати, под один у нас сходит. Сходит у нас вроде Николя Латифи. Ну и я пока что ещё нету никаких мер безопасности, можно так сказать. Прихожу Дэна Тайвбомбу. Да, он сходит, просто паркуется около пит-лейна. Я очень жду, когда Кодмастерс догадается сделать так, чтобы если у пилота около с пит-лейном возникли какие-то проблемы, он заезжал на пит и там сходил. Прям очень хочу этого. На шестом круге атакую Аликса Албана, по внешней траектории его прохожу, выхожу на десятую строчку, а к тому же у нас ещё и пит-стопы. Пит-стопы на шестом круге, в принципе, так и должно быть. Но они переходят не на хард, они переходят на медиум. На медиум, а значит, у них будет тактика двух пит-стопов. Но не все, конечно же, выбирают медиум. Некоторые и хард выбирают. И я уже вышел на вторую позицию, передалом только Кимми Райкаин, который продолжает ехать на своём комплекте софта. Дальше у нас ходит и второй Вильямс, это Джордж Рассел. И получается так, что Вильямс нашёл в полном составе. На девятом круге меня догнал Шарли Клер, который идёт сейчас впереди. Вальтери Боттеса, потому что у него, в принципе, медиум, у него два пит-стопа. В отличие от Боттеса, у которого будет тактика одного пит. Также у нас ещё и Кимми Райкаин заехал на пит. И я остался на своей же второй позиции. Только Шарли Клер уже удрал почти на две секунды. Вальтери Боттеса на десятом круге также меня проходит. Я его, в принципе, даже не сопротивляясь пропускаю. Просто на обогащенке ехал, и он меня просто вот, да, проехал. Ну и подойдив трёх и трёх Льюис Хэмильтон. И к моменту моего пит-стопа, он не то что меня не догнал, я от него оторвался на семь десятых. И тут я уже понимал, что что-то у Льюиса, либо поломка крыла, либо какая-то проблема с машиной, потому что, ну, не может он ехать вот так медленно. Также и Себастьян Хэмильтон на тактике двух пит-стопов уже подъезжает. Ну, а я заезжаю и перехожу на медиум, потому что, ну, да, я мог бы дотянуть до девятнадцатого круга, чтобы перейти на софт, но не стал, потому что медиум мне нравится больше. Пит-стоп 1.9 просто прекрасно, и я выхвал благодаря этому на восьмой позиции. И на восемнадцатом круге уже атакуя Кимми Райканина, подрубил абсолютно всё, что можно, чтобы его пройти прямо сейчас, потому что это нужно. Также ещё там Дэн Риккерда впереди, который ещё не заезжал на пит-стоп. Он ещё просто едет со старта. Так же, как и Лэнс Тролл. Дэн сворачивает на этом круге, а вот Лэнс вроде сворачивает... Да, Лэнс тоже на этом круге сворачивает. Я выхожу уже на пятую строчку, но передо мной ещё Себастьян Феттель, у которого не было пит-стопа. А также, так же, у нас там ещё есть Льюис Хэмилтон, который теряет очки очень много. Вот и Феттель сворачивает на пяты наконец-то, и Льюис Хэмилтон в шести секундах впереди, я ещё и лучший круг ставлю, и у меня шесть кругов на то, чтобы догнать и обогнать Льюиса. И на двадцать пятом круге я его догнал. Да. Так же и Шарля Леклера я догонял, но он раньше меня прошёл Льюиса и начал отъезжать. Ну а я, плохо выйдя из, по факту, последнего поворота, просто подрубила абсолютно все режимы, учитывая то, что у нас остался, ну, по факту, последний круг, я решил, что его надо проходить прямо сейчас и на этой прямой. Поэтому делаем, в принципе, huge dive bomb on the inside. И да, я пролетаю по ворот, этим, конечно же, пользуется Льюис. Он меня обратно проходит, но у меня же дресс на второй прямой, да? Да. Я так же нормально, в принципе, выхожу, и... за счёт своего, в принципе, нормального ещё медиума, я могу уже бороться с его изношенным хардом. И по внешней траектории я его смог пройти, и да, даже закрыл траекторию. И всё, это подиум. Это наш, получается, второй подиум за эту команду. Первый у нас был в Испании, потом у нас была четвёртая позиция в Монако, ну и сейчас у нас третья позиция в Баку. Ну, дальше у нас вроде... Канада, Канада, дальше там будет сложнее, там будут стены близко, а значит, главное, не сломать крыло и не получить 10 тысяч штрафа. Пилот, я, я, потому что за 22 на третью я прорвался, в принципе, заслужил. Ну, а побеждают у нас Вальтери Боттс на Мерседесе, а тут Абольф Рад, а вот Льюис Хэмилтон наконец-то заканчивает свою победную серию. Хотя он вроде её закончил на прошлом этапе, если я не ошибаюсь, или ошибаюсь. Короче, вроде там победил Боттс. Боттс побеждает у нас и на этом этапе, а значит, это хорошо. Ладно, у нас показывает также Карл Сайнс, который заехал в очки, в очко, на своём Макларене, не на розовом очке. Но, ладно, смотрим позиум, где у нас первый, всё-таки, как я и говорил, Вальтери Боттс. Дальше у нас Шаркетвер на тактике двух Песопов. Ну и я, который прорывался с 22-й позиции. Было прорываться очень-очень интересно. В Канаде 100% такого не будет, потому что там обгонять будет, как мне кажется, сложнее. Потому что, ну, в Баку были длинные-длинные прямые, ну, а в Канаде там стены близко, две прямые, и то в конце них не такие уж и обгонные места, и, в принципе, там опасно. Ладно. Потом после Канады у нас будет Франция и Австрия, где очень так же много прямых. Получается, что у нас сейчас вот после Монако у нас Баку, Канада, Франция и Австрия. Там прям мега-скоростные трассы. Ладно, Боридотом Гонке у нас топ-3, мы знаем. Дальше Льюис Хэмилтон, Себастьян, Педро Кимирайкен, Макс, Верстапин, Алекс, Салван, Дэн, Строл и Карл Сайн. Вроде никого не пропустил. Лучший круг у нас у Дэна Риккарда, который его поставил на софте и сделал он два пидстопа. Также у нас еще по тактикам. Мне почему-то заплюсовали лишний пидстоп с медиума на карт, потом опять на медиум. Гениальная игра, короче. В турнире таблицы я выхожу уже на пятую позицию и прохожу два Редбула в личном зачете. Там недалеко уже и две Феррари, и если постараться, то до них можно дотянуться к концу сезона и побороться за топ-3. Также у нас еще Кими Райканин набирает много очков на этом этапе и проходит большинство пилотов. Также у нас еще Альфа Ромео проходит Альфа Таури, но мы единоличные лидеры в группе Б. И мы четвертый в кубке конструкторов. Вот в таком общем. У Квята круг был лучше, чем у меня, кстати. Достаточно забавно. У меня уже седьмой уровень пилота, а команда достигает уже девятого левела, и на десятом у нас уже откроется наконец-то третий спонсор. Пока что у нас их только два. Ну и пока что нам надо два дня занять с чем-то, потому что уикенд типа в Франции уже прям совсем скоро. Ну и да, развитие отдела чего-то там я взял. Ну и у нас есть почти тысяча ресурсов, и надо их куда-то потратить. Поэтому беру шасси, которое у нас страдает. У нас два капитальных обновления по аэродинамике, которые я пока что себе позволить не могу. В принципе, износоустойчивость. Да, я взяла не шасси, потому что, ну, износоустойчивость наша все. Ну и в принципе все. На этом я могу заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока. Продолжение следует...